ВНЕФ – территория солидарности, успеха, дружбы и даже танца. Ежегодно комиссия по работе с молодежью при правкоме ядерного центра устраивает для своих активистов необычные конкурсные программы. В этом году юбилейная пятая территория носит название ВНЕФ – территория красоты. И посвятить ее решили представительницам прекрасной половины предприятия. Молодежная комиссия ВНЕФ уже имеет опыт в организации таких девочковых конкурсов. То есть была в 2008 году Мисс ВНЕФ и Краса ВНЕФ. В этом году решили тоже вспомнить старые традиции и посвятить одну из территорий женской красоте. Мы показываем, что когда девушка обладает физическим совершенством, также умом, красотой, то она становится неотразимой и прекрасной. Как и на любом конкурсе красоты, в зале присутствовало жюри. Но оценивали они вовсе не внешность и фигуру девушек. По главу угла будет ставиться их восприятие жизни нашего родного ВНЕФ. За гран-при боролись шесть представительниц профсоюзных организаций подразделений ядерного центра и КБ-50. Анна Волкова – контролер на электромеханическом заводе «Авангард». Узнав о конкурсе, девушка не раздумывая решила принять в нем участие и с легкостью выполнила все задания. Потому что я умная, красивая, ну да и скромная. Шучу, для меня это возможность проявить себя, раскрыть свои таланты. Для меня все было очень легко и весело, потому что со мной работала замечательная команда, наш профсоюзный актив. С ребятами все получилось. Участницы конкурса вместе с командами поддержки преодолели три этапа – импровизация, домашнее задание и, конечно, визитка, в которой девушки примерили на себя образы известных женщин – Мата Хари, Алина Кабаевой, Агнии Барто. Я еще не признаю проявлю, а ее стихи знакомы каждому из вас с детства. Конкурсная программа длилась несколько часов. Без подарков не осталась ни одна участница. Но гран-при забрала специалист управления Марина Дороненкова. Мария Руинч, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24.